Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания к римлянам святого апостола Павла, глава 14, стихи с 9 по 18. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты, что осуждаешь брата Твоего? Или и ты, что унижаешь брата Твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, я живу, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат Твой, то Ты уже не по любви поступаешь. Не губи Твою пищу того, за кого Христос умер. Да не хулиться Ваше доброе. Ибо Царствие Божие не пища и пятие, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами читаем послание к римлянам. Продолжаем чтение данного послания святого апостола Павла. Перед нами 14 глава, стихи с 19 по 18. В сегодняшнем отрывке апостол Павел затрагивает тоже очень важную тему для нашего сегодняшнего дня. Тему взаимоотношений между членами Церкви Христовой. И та проблема, которая стала основным триггером для упоминания ее апостолом Павлом, она сегодня в большей части земного шара не актуальна. Потому что речь идет об идоложертвенном мясе. Христиане жили в языческом мире, где все приносилось жертву языческим богам. И придя на рынок, покупая какую-либо пищу, ты, скорее всего, покупаешь идоложертвенную пищу. И прежде всего это касалось мяса. Мясо было не таким частым гостем на столах античного человека. Ну, прежде всего потому, что климат не позволял длительно хранить данный продукт. Поэтому мясо предпочтительно либо засаливалось, либо вкушалось свежим. Поэтому придя на рынок, покупая мясо, ты покупаешь мясо идоложертвенное. Потому что человек, идя на охоту, охотник, приходя в лес, он всегда перед охотой совершает некий обряд и спрашивает, скажем так, в кавычках, благословения духов леса, чтобы они позволили ему охотиться в их угодьях. После того, как он убил зверя или дичь подстрелил, он там клочок шерсти или какой-то кусочек мяса, он это все нажертвенник, и эта добыча становится идоложертвенным. И христиане задавали вопрос, задавались вопросом, а вот это идоложертвенное мясо, оно меня как-то оскверняет или нет? Что значит оскверняет? Отдаляет ли меня от Бога, вот вкушение это, посвященное иным богам, снять? И правильный ответ, который мы все с вами сегодня понимаем, значит нет. Никоим образом не оскверняет и тем более не отдаляет меня от Бога. При условии того, что моя совесть не обличает меня за то, что я вкусил это мясо. Так вот тут уже, исходя из совести, апостол Павел делит на категории людей, две категории, сильные и слабые христиане. Сильные христиане, то есть христиане с той совестью, которые понимают, что никаких иных богов не существует. Пускай хоть кому угодно они там это все приносят, это никак меня не затронет. Да, они слушают. Вот те, кто приносят, они, конечно же, приносят каким-то там, скорее всего бесом там или просто в какой-то пустоте, природе, несуществующим богам. И никоим образом это меня не может затронуть, это идоложертвенное мясо. Я могу его спокойно вкушать, без всякого рассуждения. Это сильная сторона христиан. Слабые христиане, они думали, что все-таки иные боги, как бы наш-то главный, но вот иные боги все-таки еще существуют. Соответственно, если я вкушу мясо, которое принесено им в жертву, я как бы оскорблю честь своего бога, и я таким образом согрешу. И вот апостол Павел, и вот из этого контекста мы сегодня читаем сегодняшний отрывок. Христос для того умер и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Христос владыка всего. Он, скажем так, второе лицо Святой Троицы, Сын Божий, и вообще Богу все принадлежит, и мертвое, и живое. Он владыка над всеми. А ты что осуждаешь брата твоего, или ты что унижаешь брата твоего? Все мы пристанем на суд Христов. Здесь опять-таки та мысль, что суд – это удел Божий. Бог – судья, не человек. Поэтому не нужно осуждать. Все мы пристанем на суд Христов, ибо написано «Живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Это главный тезис первой части сегодняшнего отрывка, что каждый, прежде всего, за себя даст отчет. Никто, дорогие братья и сестры, нам с вами друг другу в попечение не давал. Здесь, конечно же, речь не идет о священниках, потому что священники занимаются пастырской работой, и на них лежит очень колоссальная ответственность. Об этом можно почитать у святителя Иоанна Златоуста в его словах о священстве. Кто не ознакомился с этим трудом святителя, настоятельно рекомендую ознакомиться, чтобы понимать, какой груз ответственности лежит на священнослужителях. Но, по большому счету, мирянам никто никого друг другу в печенье не давал. Бог будет судить каждого человека по делам его, и каждый за себя даст отчет. Не нужно давать отчет здесь и сейчас за другого человека. Это нас не красит, и это ни к чему. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить и о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Вот. Не нужно судить другого человека. Не нужно осуждать его поступки. Нужно рассуждать на тему того, как бы мне жить и поступать так, чтобы не подпадать соблазн к осуждению со стороны моего брата или сестры во Христе. Вот о чем должны быть наши пересуды. А мы что? Перемываем косточки своим ближним, соседям, родственникам, дальним, ближним, главам других государств и так далее. Это излюбленная наша тематика. Не надо этим заниматься. Это не наше служение. Это не наша задача. И нет на это ни воли Божией, никакого иного благословения. А если кто-то говорит, что он благословляет, не верьте. Это лукавство. Соответственно, речь идет о том, что не нужно осуждать ближнего. И вот апостол Павел говорит о вкушении вот этого идоложелтленного мяса. Вот почему я говорил об этом так подробно. Потому что сильные христиане понимают, что оно меня не осквернет, и спокойно едят его. Слабые это видят и осуждают их. И сильные презирают слабых, а слабые осуждают сильных. И вот апостол Павел пытается их примирить, показать им, что нужно жить дружно. Что не о том вы печетесь. Вы вот этой чистоты желаете. Но чистота не в том, что входит в уста мои, а в том, что исходит из них. И вот апостол говорит, да не хулица ваша добрая, ибо Царствие Божие не пища и питье, а праведность и мир и радость во Святом Духе. Не пища и питье, а радость и праведность и мир во Святом Духе. Вот основные доминанты нашей жизни, нашей духовной с вами жизни. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Вот единственная похвала, которую мы можем заслужить. Яви в миру праведность, святость, мир, радость. Вот эти плоды явите, и они угодны Богу и достойны одобрения от людей. Вот что достойно, а не то, что кто-то там что-то поел. Поэтому следите за собой, чтобы нам не давать искушения ближнему. И этого уже будет достаточно. А как стяжать мир, праведность, радость во Христе? Об этом весь опыт Святой Соборной Апостольской Церкви, все ее предания. Поэтому читайте Святых Отцов, читайте Писание. Молитесь и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страницей обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова